коллеги давайте я поприветствую вас присутствующих в аудитории тем кто за камерой давайте начнем нашу очередную лекцию остался небольшой долг с прошлой лекции доказать свойства гамма функции давайте это сделаем и так я напомню рассматриваем функцию гамма которая задается следующим свойством следующем равенства ну что коллеги начался здесь писать второе свойство первое было свойство понижения да так значит здесь формула удвоение лежандра так что это за формула но вот справедливо следующие равенства давайте докажем я как-то начал на этой доске хочу зарезервировать среднюю доску для следующего более важного свойства ну и так давайте с вами это все докажем хорошо но прежде предлагаю посчитать значение гамма в 1 2 что у нас здесь есть у нас есть нуля до бесконечности ты в степени минус 1 2 и в степени минус т дт есть такое дело хорошо а коллеги давайте с вами посмотрим здесь написано 1 поделить на корень из т это с точностью до коэффициента че что такое производная корня да поэтому наверное давайте введем обозначение корень из т за ау обозначим пишу 3 равно у в квадрате тогда что у меня здесь получится ну во первых давайте с вами посмотрим чтобы здесь довести до полной производной я должен двоечку да дописать пределы интегрирования у меня не поменяется здесь у меня а тогда войдет под дифференциал и станет д у а здесь заменится так у в квадрате хорошо замечательно известный нам интеграл корень из пи пополам ну еще здесь двойка корень из пи замечательно хорошо продолжаем разговор попытаюсь здесь уместить давайте перепишем эту формулу таком более приглядном виде вот я у меня значение гамма функции всюду положительный поэтому я могу поделить обе части но так крест на крест давайте с вами посмотрим что здесь будет если я это сделаю вот так здесь у меня вот такой коэффициент здесь у меня почетче напишу корень из пи могу заменить на гамма от одной второй пишу гамма от одной второй а здесь гамма ну вот на это поделил икс плюс одна вторая коллеги почти то что у нас было на прошлой лекции давайте я это проделаю вот сюда гамма тыкс допишу хорошо гамма на икс обе части до множил тогда скажите мне пожалуйста по по связи по формуле связи гамма функции и бета функции что у нас здесь записано это вот равносильно ну здесь написано бета от вот этого да нет так бета от икс икс так равно ну вот этот вот коэффициент и а здесь что написано бета от одной второй икс коллеги так итак уважаемые коллеги доказать вот это равенство это все равно что доказать вот это вот равенство докажем итак поехали так ну не выдержал не хватило места перехожу ну что а вот у меня записан записан вот это вот равенство которое пытаюсь доказать распишу-ка я бета от икс икс ну давайте сначала вспомним да значит здесь у меня вот так будет и один минус т степени икс минус один от нуля до единички это и есть бета от икс икс ну давайте я тут вставлю поскольку у меня вот такой вот интегральчик согласитесь если я сделаю замену у равно один минус т то это все поменяются местами так а здесь тогда пределы интегрирования чего до чего будут от одной второй до единицы так коллеги вот значит если у меня да поскольку у меня выполнено вот это напишите поскольку выполнено такое равенство то бета от икс икс можно рассмотреть как удвоенный вот такой интегральчик согласны коллеги это понятно бета от икс икс это интеграл такого вида от нуля до единицы но мы показали что вторая половинка дает то же самое значение итак пишу двоечку так коллеги пойдет сделаем замену какую-нибудь астрономную замену так t равно 1 2 минус корень из s пополам ну откуда взялось ну вот оттуда да давайте посмотрим что у нас получится хорошо помогите мне подставляю сюда подставляю сюда так давайте сразу покажу что сделаю вынесу двойку в какой-то там степени так так поехали двоечка у меня есть дальше что у меня будет выношу отсюда одну вторую в степени х степени х минус 1 так выношу отсюда одну вторую степени х минус 1 коллеги пойдет хорошо что остается ну давайте пока пределы интегрирования ставим здесь у меня что будет 1 минус корень из s в степени х минус 1 здесь у меня что будет от ну от двоечки я здесь одну вторую вносил здесь от двоечки отнимается вот это что у нас будет 1 плюс корень из s в степени х минус 1 и производная что нам дает dt равно минус 1 четвертая поделить на корень из s ну давайте я минус в пределы интегрирования значит у меня будет 1 на 4 корень из s ds так давайте разберем с пределами интегрирования разберемся что у нас будет если я здесь ну что 0 у меня значение при s равном единичке так ну вспоминаем про минус идет наверх если у меня 1 вторая здесь получается то s 0 0 все хорошо продолжаю разговор ну что давайте с вами посмотрим что у нас здесь будет коллеги помогите здесь у нас единица в степени 2х минус 2 да да и тут будет 2х плюс 1 да сейчас так это идет да здесь двойка идет наверх да согласен минус 1 да то есть я же не получу так от нуля до единички так коллеги четверочку я учел с в степени 1 вторая а здесь под одну степень 1 минус с в степени икс минус 1 д с но это в точности то что нам нужно да это есть 2х минус 1 в это вот 1 2 икс все формула удвоение лежандра доказано коллеги ну поздравляю давайте перейдем теперь к важному результату так коллеги десятая теорема правильно следующее давайте следующее свойство вот выделим в теорему да итак формула дополнение справедливо следующее равенство гамма от икс на гамма от 1 минус икс то есть пи на синус икс икс здесь вот лежит ну наиболее я эту сказать комментарии этот уже делал ну повторю наиболее естественно в этом курсе рассказать доказательства с использованием гармонического анализа но и так сказать за делом на будущее хотел бы пораньше рассказывать эти равенства поэтому предлагаю рассмотреть другое олимпиадное доказательство этого результата в чем олимпиадность какая-то идея рассмотрим вот такую вот функцию ну переверну это все тут сюда ну рассмотрел рассмотрел такую функцию захотелось скажите мне пожалуйста всем ли видно что эта функция положительно на интервале ну положительно 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 на интервале поехали хорошо я буду брать логарифм от этого чтоб вас это не удивляло давайте с вами посмотрим следующее вот я хочу доопределить в концевых точках эту функцию ну перепишу-ка я по формуле понижения я могу фи от х переписать следующим образом гамма от х я заменю на гамма от х плюс 1 поделить на х ну у нас такое свойство гамма от х плюс 1 равно х на гамма от х формула понижения отсюда гамма от х есть гамма от х плюс 1 поделить на х ну вот у меня вот этот х сюда пошел здесь у меня будет гамма от х плюс 1 гамма от 1 минус х коллеги пока ясно что происходит замечательно давайте с вами посмотрим что будет если я перейду к пределу к пределу тогда предел при х стремящемся к нулю справа у меня существует и равен ну вот фи от х чему ну давайте с вами посмотрим гамма от х мы доказали что эта функция бесконечно дифференцируема здесь у нас что будет гамма от единицы гамма от единицы по единичке а здесь у меня первый замечательный предел тоже единичкой и так значит у меня предел существует и равен единице давайте доопределим функцию в нуле положим фи от нуля единицы хорошо замечательно доопределил тогда имеет смысл говорить о производной этой функции значит пишу имеем что мы имеем фи штрих от нуля это есть предел при х стремящемся ну давайте как у нас там производная на отрезке определялась в концевых точках односторонние производные так пишу здесь следующим образом фи от х минус значение от единицы от нуля чему равно единицы запишу так поделить на х отлично продолжаем разговор предел при х стремящемся ну давайте я уже нолик напишу предел будет существовать так хорошо коллеги давайте здесь с вами рассмотрим ну вот вернусь я к этому равенству что у меня здесь стоит коллеги синус пи от х я могу разложить в окрестности нуля что у меня здесь будет пи от х плюс ну что-то там о малое от пи х в квадрате согласны и я поделю на пи от х все уследили коллеги вот я запишу такое равенство будет ли оно понятным это вот это деление на х коллеги так записал гамма от х плюс 1 гамма от 1 минус х минус 1 поделить на х поделить на х х коллеги все здесь понятно продолжаю переношу сюда хорошо давайте покажем что обоснование то что предел там будет существовать с конца надо будет прочесть ну давайте с вами посмотрим как это можно преобразовать это можно преобразовать вот так ну раскрываю да на единичку здесь домножаю на единичку домножил что будет 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 вот это гамма от х плюс 1 на гамма от 1 минус х так минус единичка на х так коллеги это так и что остается вот этот агрегат на произведение поделить на х это будет плюс поделю на х бесконечно мало на гамма от х плюс 1 на гамма от 1 минус х коллеги это ясно просто преобразовал давайте смотреть здесь у меня пределы конечные есть на бесконечно мало это все в ноль значит остается предел при стремящемся к нулю гамма от х плюс 1 на гамма от 1 минус х минус 1 на х хорошо коллеги давайте с вами скажем что здесь написано ну вот этот предел существует тогда вся эта строчка имеет смысл что здесь написано производная вот этого произведения так коллеги видно в нуле считаю итак здесь записано производная скобку закрыл штрих при х равном нулю ну поехали производная есть со множителей есть производное произведение считаю гамма от штрих от вот этой функции так при подстановке нуля дает единичку на подстановку нуля сюда гамма от единички то же самое здесь или не то же самое производная сложной функции здесь еще вылазит минус ноль хорошо хорошо ноль замечательно коллеги вот выкладки здесь были понятны продолжаем разговор ну давайте с вами ну что тогда имеет смысл рассмотреть логарифм да а функции и я хочу показать что у него есть производная в нуле это есть произведение как сложную функцию вот такая вот вещь числитель у меня ноль знаменатель единица это все ноль коллеги вот все пока ясно продолжаю разговор поскольку поскольку у меня очевидно выполняется вот такое вот равенство коллеги вот это равенство понятно на интервале 0 и 1 но что будет если я заменю х на 1 минус х это поменять с местами но это тоже от пи тут отнимется пи х заменится так значит есть вот такое равенство так непонятно ну давайте посмотрим коллеги что тогда можно сделать какой вывод можно тогда сделать что аналогичные выкладки верны и в единице так согласны да значит отсюда получаем что фи от единицы ноль и фи штрих от единицы так тут единица простите здесь ноль логарифм фи штрих от единицы это ноль ну все так пока вроде естественно такую функцию рассмотреть рассмотрели а вот это вот идея давайте теперь введем вот такую функцию производную логарифма ее как можно переписать фи штрих на фи так правильно коллеги все а что можно сказать про эту функцию она у нас непрерывно на отрезке 0 1 непрерывно на отрезке 0 хорошо замечательно ну и теперь давайте с вами посмотрим каким тождеством какому тождеству удовлетворяет эта функция ну что что я здесь сделаю сделаю следующее значит по формуле удвоения Лежандра я хочу рассмотреть произведение фи от х на фи от х так сейчас плохо говорю х пополам х пополам плюс 1 вторая давайте я все-таки перенесу не хочется ходить возвращаться так 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 итак коллеги рассматриваю такое произведение так формула удвоения Лежандра вот помогите мне чтобы я сделал это правильно итак здесь у меня корень из сейчас правильно да куда я куда я пошел так я фи да должен подставить сюда подставляет значит что у меня здесь будет гамма так вот сюда итак поехали подставляем вот в это равенство что у нас будет 1 на пи гамма от пока вот это раскрываю гамма от х пополам гамма от 1 минус х пополам на синус пи х пополам коллеги все пока ясно хорошо продолжаем разговор подставляю теперь сюда ну вот это значение считаю подставляя так умножить перепишу сюда 1 на пи гамма от чего от вот этого выражения на гамма значит от единички надо отнять от единички отнимаю получаю вот так вроде бы вот это минус да и на синус чего пи от х плюс ну вот сюда повторяю это косинус да совершенно верно косинус пи х пополам я несколько поторопился теперь коллеги применяем формулу удвоения Лежандра вот последите чтобы я сделал это правильно итак коллеги вот это запишу произведение сразу и теперь где-то надо увидеть ну наверное дополнение до ну вот эту полу целую точку значит что у нас есть вижу вот это и где-то плюс да вот это произведение да объединяю и тогда что получаю и получаю ну вот эту вот формулу надо переписать корень и спи на 2 вместо икса что подставляем икс пополам это будет икс минус 1 так коллеги и это все на гамма от икс свернул так есть ли еще вот 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 это аргумент отличается от этого на одну вторую так значит опять работает корень и спи на 2 на 2 что ну вот вот это теперь аргумент теперь нужно удвоить да удваиваю это будет 1 минус икс следите так минус 1 да вот уже хорошо так и что там у нас будет гамма от 1 минус икс да удвоить этот аргумент и что у меня еще есть синус на косинус это половина да половина двойного угла так ну коллеги ну пособираем чего там у нас будет это у нас этим даст 1 на пи множитель здесь у нас будет 2 в степени икс 2 в степени минус икс так коллеги это с этой единичку даст вроде ушли так получается гамма от икс гамма от 1 минус икс на синус пи икс ух откуда что ну что делать вот так значит а заметили вот такое равенство замечательно так ну пишите прологарифмировав равенство вот такое и перейдя и ну да прологарифмировав и продифференцировав а затем продифференцировав равенство получим что мы получим если я сначала перейду к логарифму а потом продифференцируя Произведение, логарифм произведения развалится в сумму логарифмов Так, функции напомню положительные Здесь у нас что будет после дифференцирования? Да, одна вторая, как производная сложной функции На что? Логарифм φ от х пополам Это у нас, посмотрите пожалуйста Просто g от 1 вторая, g функция от х пополам Продолжаем разговор Следующий логарифм надо продифференцировать По тем же соображениям будет вот так А это у нас g от х Ну все, коллеги, вот это принципиальное равенство В этом олимпиадном движении Так, получили вот такое вот соотношение Коллеги, задайте вопросы Сейчас мы в одну строчку закончим доказательства Пока вот скажите, все ли здесь было понятно Хорошо Ну все Где же заявленное доказательство? Вот оно Итак, коллеги Ну что, поехали, да? Поскольку Поскольку g непрерывно На отрезке 0,1 То существует Максимальное значение Так? На этом отрезке уже По теореме Виверштрасса Это значение в какой-то точке Отрезка Да, ну Что-то я уже лишнего наговорил Да, супремум достигается Значение в какой-то точке Все понятно, коллеги? Хорошо Я утверждаю, что это значение в нуле Давайте А что если не так? Что будет, значит, если у меня x0 не концевая точка На концах же равные значения, коллеги, да? Значит, если Если x0 не равно нулю То в силу того, что g от нуля равно g от единицы Мы получаем, что тогда x0 лежит внутри А значит, выполнено вот это равенство Эти звездочка его Обозначим Скажите мне, пожалуйста Что тогда я получаю? Вот здесь подставляю сюда x0 Вот это максимальное значение Что можно сказать Об этих значениях Если здесь половинки написаны Так тут равенство везде на интервале Вы согласны, что отсюда будет вытекать Что эти значения в точности Должны совпадать со значениями В x0 Смотрите Если хотя бы одно из этих значений Вот взял точку x0 Рассмотрел вот эти значения Если хотя бы одно из них Строго меньше g от x0 То так как здесь берут половинки То у меня равенства не может быть Коллеги, вот эту олимпиадность Ну а тогда что? Мне про вот это пока не важно Сюда смотрю Значит, я получаю То тогда и значит По звездочке Я имею следующее Следующее g от x0 Равняется g от x0 пополам А? А не применить ли да? Вот это Итак, поехали g от x0 на 2 в степени n Вы согласны по индукции? Коллеги, что будет? Ну тогда нужно У меня же функция непрерывная Тогда это значение Это куда стремятся точки? Если я предположил С минимумом Аналогично Для Минимума g Итак, следовательно Давайте и так И так Давайте я и так И так, и так напишу Тогда что, коллеги, получаю? Что у меня все значения На 0,1 Больше либо равны Минимального значения Которое есть g от 0 И Максимального значения Которое g от 0 Коллеги, так? Ну тогда Что у нас g Тождественно Это константа Равна g от 0 А g от 0 Чему равно, коллеги? Поехали сюда g от 0 Ну где-то там, да? g от 1 Равно g от 0 Чему равно? Нулю, так? Итак, значит Это у нас g от 0 Равна 0 Так Что отсюда получаем, коллеги? Отсюда получаем Что вот эта функция Константа, так? А что ж это за константа? Ну какую-то точку подставлю Хочу 0 Тогда получаю Фи от 0 Равно 1 Подставляю сюда Точку 0 Получаю логарифм 1 Это у меня будет А что будет у меня Логарифм Фи Тождественно 0 Так? А значит Фи у меня какая? Да, тождественно Единица Закончили упражнение Да? Ну вот такое доказательство 40 минут ушло Ну что ж такое Ну ладно Коллеги Задайте вопросы Ну хорошо Давайте сделаем перерыв Уважаемые коллеги Давайте продолжим Я заявил, что Интеграл Эйлера Последний пункт Параграфе Ну наверное Стоит вынести Отдельно Еще Один Замечательный Класс интегралов Интеграл типа Свертки Давайте Обсудим Итак Коллеги Последний Пункт Этого Параграфа Свертка И ее Свойства Итак Коллеги Определение Пусть У нас Функции Ф и Ж Измеримы В РД Функция Определяемая Как Как вот такой Интеграл Но сначала Как обозначаемая Звездочку Место Ф Между Ф И Ж Перешивают Значит Интеграл РД Ф От Х Минус Т Ж От Т Д Мю От Т Ну Закончу Называется Сверткой Ф Ф Ф Ф И Ж Коллеги Ну надеюсь На теорию вероятности Интеграл такого вида У вас Были Ну вот Так что Актуальность Этой темы Надеюсь Понятно Всем ли Еще ясно Что и у нас Возникали они Неоднократно Вспомните Как выглядела Сумма Частичная Сумма Фурье 1 на П Ф От Х Минус Т А здесь Свертка С Интегралом Дерихле Так Так что Куда ни крути Надо изучать Да Такие интегралы С параметром Х Хорошо Я В такой вот Общности Это все записал Чтобы отдельно С вами Обсудить При каких Условиях Свертка Определена Здесь пока Какие-то общие слова Сказаны При условии Что существует Вот при каких Какие Достаточные условия Существования Свертки Этому и посвящен Пункт Давайте сделаем Замечание отдельное Сначала покажем Что Вот это произведение Всегда Интегрируемо Измеримо Покажем Что Подинтегральная Функция Измеримо Если Измеримы Сомножители Будем Предполагать Что Ф В Рассуждениях Вещественная Функция Коллеги А если Это не так Если Это комплексно Значенное Напомню Мы изучаем С вами Со значениями С Если Это не так Отдельно Применяем К вещественной И Мнимой Части Вот эти Рассуждения Так Поехали Что Означает Ну что Ф у меня Измеримо Это Означает Что Я могу Рассмотреть Вот такие Множества И Проник Сказать Что Они Измеримы Тогда Ф Измеримы В Р Д Для Любого А Хорошо Рассмотрим Рассмотрим Отображение Линейное Из Р2Д Р2Д Которая Вот так Паре ХТ Сопоставляет Пару Так Следовательно Я хочу Рассмотреть Множество Тех Пар Для Которых У меня Ф От Х Минус Т Меньше А Х Минус Т Меньше А Согласитесь Коллеги Это Можно Переписать Множество Как А Х 2Д Так Что Х Минус Т Лежит Где Коллеги Лежит По Отношению Ну К Е А Ну Если Вот эта Точка Попала Да В Е А Так Коллеги А Теперь Скажите Мне Пожалуйста Что Тогда Как Можно По-другому Интерпретировать Используя Отображение Согласитесь Здесь Написано Ничто Иное Как Прообраз При таком Отображении От Е А Крест Р Д Правильно Ну Про Т Я Ничего Любое Т А Здесь Вот Так Все Коллеги Это У меня Линейное Преобразование Ну Это У меня Множество Измеримов Р 2Д Да Как Е А На Брус Да Такой Значит У меня Это Множество Измеримо Как Прообраз Ну Или Как Образ При Линейном Отображении Да Все Пишу Рассмотрим Следовательно Вот Это Множество Измеримо Как Образ Измеримого Множества При Линейном Преобразовании Отсюда Я заключаю Откуда Следует Что Вот Эта Функция Измерима Как Функция Двух Переменных Да Х и Т Домножил На Ж От Т Которая Измерима Ну Значит Отсюда Следует Что И Произведение Измеримо Все Коллеги Вот Такое Вступление Хорошо Не Самая Принципиальная Вещь Поговорили Дальше Ну Теперь Вот Непосредственно Важный Результат Давайте Здесь Продолжу Свойства Свойства И По пути Условия Существования Итак Поехали Коллеги Первое Я здесь Два Условия Сформулирую Ну Ну Вот Так Ну С Чего Тут Можно Начать Ну Да Давайте Если Ф И Ж Сами Интегрируемы На Р Д То Свертка Определена Почти Всюду На Р Д И Интегрируема Там И Интегрируема Ну Хорошо Докажем Рассмотрим Вот Такую Функцию H От Х Коллеги Функция Это Определена Да Когда Вот Этот Интеграл Существует А Функция Вот Это Произведение Интегрируема Тогда И Только Тогда Когда Интегрируем Модуль Да Значит Самым Естественным Образом Надо Рассматривать Когда Здесь Навешан Модуль На Функции Под Интеграми Так А чем Это Лучше Чем То Что Было Записано Эта Функция Не Отрицательная А Значит Когда Я Хочу Интегрируемость Я Должен Взять Еще Интеграл Отсюда Значит У меня Возникает Повторный Интеграл А Повторный Интеграл От Не Отрицательных Функций Что Там У нас Работает Теорема Тоннели Все Пишу Тогда По Теореме Тоннели Имеем Ну Что Имеем Интегральчик От Функции Те Скобку Закрыл Д Мю От Х Коллеги Все понятно Итак Повторный Интеграл Записан Он Равен Двойному От Вот Этого Произведения По Р2 Д И Значит Может Быть Записан В другом Порядке Записывая По Теореме Тоннели В другом Порядке Поехали РД Так Что будет Если я поменяю Местами Все Что От Ну От Х Не зависит Я могу Вынести Итак У меня Внутренний Интеграл Будет Выглядеть Вот Так Так Скобку Закрыл Здесь Модуль Ж От Т На Д Мю От Т Коллеги Все Пока Ясно Скажите Мне Пожалуйста Надо Отдельно Взять Вот Этот Интеграл Я Сделаю Простейшую Замену Какую Х Минус Т Через У Так Вы Перепишите А я Здесь Уж Сделаю Ну Так Что Это У нас Так Это У нас Просто Сдвиг Так Сдвиг По Х Да Как Переменная Х Сдвиг На Т На Вектор И Значит Что Я Здесь Получаю Коллеги Ну Да Определитель У нас Якобиан У нас Единица Я Получаю Вот Так Так Коллеги Все Функция Ф У меня Интегрируема Значит Это У меня Константа Выношу Ее И остается Произведение Двух Интегралов Отдельно От Ф Отдельно Позже Так Перехожу Так Напишу Все Коллеги Мы Мы Доказали Интегрируемость Функции H Сделаю Вывод Следовательно H Интегрируема А Значит А Значит Конечна Почти Всюду А Конечна Почти Всюду Это Что Означает Ребят Что У нас Функция Вот это Определена Для почти Всех Х Что и заявлялось А значит Конечна Почти Всюду Так Опишите Интегрируемость Свертки Следует Из Неравенства Интегрируемость Свертки Следует Из Неравенства Сейчас Запишу Значит Итак Коллеги Что у нас Есть Значит Я хочу Это Вот Проинтегрировать Все равно Что Модуль Перекинуть На Подинтегральные Функции Получить Вот так Все Все Коллеги Вот Установлено Давайте Второе Свойство Перейду Сюда Значит Запишу Сначала Если Ф У нас С С Л П Р Д Ж У нас С Л Ку Р Д Где П Ку Больше Единицы Меньше Бесконечности Ку Есть Сопряженный Показатель К П То есть Выполнено Вот это То То Свертка Определена На Р Д Всюду Равномерно Непрерывно На Р Д И Для Всех Х Из Р Д Верно Такое Вот Равенство Такое Вот Неравенство Напишите Вторую Часть Если Здесь Конечно Можно Считать Что П Единица Но Тогда Это У нас Должен Быть Л Бесконечности Да Я Только Как-то Мимоходом Определил Эти Пространства Поэтому Давайте Уж Не буду Делать Официальную Ссылку А словами Опишем Если F У нас Интегрируемо А G Измеримо И ограничено Давайте Вот это Будет Достаточно Да И ограничено То Справедливо Аналогичное Утверждение Вот Вот Это С Оценкой То Справедливо Аналогичное Утверждение С Оценкой Здесь Интегральная Норма А здесь Норма Такая Ну вот Коллеги Предлагаю Наказать Накажем Первое Утверждение Опять Должен Рассмотреть Функцию H Записываю Еще раз Ребят Здесь написан Интеграл От Произведения Функции Какое Неравенство Нам Применить Неравенство Гюльдера Да Итак Поехали По неравенству Напишите По неравенству Гюльдера Справедливо Следующая Оценка Значит Что Здесь Идет Интеграл Интегральчик От Ф Минус Т В степени П На Милот Т В степени 1 на П А здесь Интегралчик От Нажем Т Дмилот Т В степени К И показатель 1 на К Итак Функция У меня Модуль Ф В степени П Интегрируемая Функция Так как Ф Лежит В Л П Значит Я могу Здесь Сделать Замену Х Минус Т 5 На У И Получить Следую Правенство Это В точности Есть П Норма Ф Ф Ну а Это Соответственно На Q Норма Ф 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 Коллеги Как Все здесь Ясно Продолжаем Давайте Вторую часть Докажем Так Определенность И оценку Мы доказали То есть Отсюда Вытекает Что Функция У нас Всюду Это Существует Ограничено Вот этой Константой Значит Определенность Свертки Доказана Надо доказать И вот эта оценка Установлена Осталось доказать Равномерную Непрерывность Поехали Что имеем Ну давайте Распишем Что я хочу доказать Хочу доказать Равномерную Непрерывность Ну Запишу Значит Для У И Х Из Р Д Имеем Так У Плюс Х Минус Ф Звездочка Ж От У Модуль Модуль Хорошо Коллеги Как это Можно Переписать Интегральчик От Чего Ну вот Определение Держу Здесь Будет Вместо Чего У меня Аргумента Да Сейчас Я зачем Игрек Да Написал Давайте Х Как-то Нехорошо Простите Что-то Не сбивать Вот Здесь Добавляется Плюс H Так Стоп Коллеги А мы Специально Ввели Какую-то Вот Функцию Сдвиг Да Обозначали Так Это Что Такое Она Вектор Х Сопоставляет Как раз Значение F Вздвинутой Точке Так Коллеги Есть Скажите Мне Все Тогда Увидели Что здесь Расписано Ничто Иное Как Сдвиг Функции Да В Точке Х Минус Т Сдвиг На H В Точке Х Минус Т Отлично Ф Ф Х Минус Т И я Распишу Ну дальше Могу Расписать На Ж Минус Второй Интеграл Ну все Это под Один Интеграл Запишу А это Будет Вот Так Скобку Сюда Ж От Т Д Мю От Т Так Уже Начал Мельчить Так Коллеги Все понятно Модуль Сюда Перебрасываю На Сомножители Так Сюда 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 Да Сейчас Нужно Нет Не нужно Коллеги Поторопился Давайте Сейчас Я По другому Запишу Скажите Мне Пожалуйста Вот Если Я Модуль Да Модуль Не перекидываю Что Здесь Написано Здесь Написано Свертка Функции Так Коллеги Вот Ясно Свертка Функции Каких Вот Такой Функции Да На Ж Пишу Итак Здесь Модуль Внешний Свертка Функции Вот Такой На Звездочка Ж Модуль Закрыл Ребята Да Ну От Х Да Коллеги Вот это Равенство Понятно Откуда Взялось Все Замечательно Но у нас Есть оценка Полученная Применяю ее Получаю П Норма Разности Х Минус Ф Это у меня Стремится К нулю Константа Это как функция От Х Стремится К нулю Так Все Ребят Это все у нас Вот Правая часть Она от Х Не зависит Значит Стремление К нулю Равномерно По Х А это Как раз И означает Что у нас Есть равномерная Непрерывность Давайте Запишем Осталось Применить Непрерывность Двига Осталось Применить Непрерывность Двига Небольшой Комментарий Коллеги И будем Двигаться Дальше Вот На самом Деле Показывает Что Ну Здесь Согласитесь Могут Лежать Довольно Сложные Функции С большим Количеством Разрывов А что Здесь Получаем Мы с вами Мы с вами Получаем Что У нас Свертка Она Довольно Регулярная В этом Направлении Можно получить Огромное Количество Результатов Но давайте Мы Остановимся Какого рода Эти результаты Фактически Свертка Всегда Лучше Чем Ее Сомножители То есть Если У вас Там Есть Гладкость Одного Сомножителя Там Интегрируемость Второго То Свертка Уже Будет Гладкой И так Далее И так Далее Но давайте Вот Пока Остановимся Коллеги Все понятно Точка И тут Совсем Немного Да Упражнения Хорошо Ну Уже Мы Должны Выйти На Финишную Прямую Так что Здесь Развивать Особо Не Получается Так Коллеги Ну вот Считаю Вот эти Такие Принципиальные Факты Сформулировал Доказал Ну дальше Уже По мере Необходимости Будем следовать Продолжаем Коллеги Осталось Немного Времени И Можно С вами Начать Новый Параграф Да И так Напишите Пожалуйста Параграф Интегралы Фурье Интегралы Фурье Первый Пункт В этом Параграфе Преобразования Фурье Ну что Коллеги Этот Параграф Принципиальный Во второй Части Во многом Мы развивали Теорию Чтобы здесь Двигаться Максимально Быстро Итак Поехали Определение Пусть У меня Функция Ф Интегрируема Коллеги Я здесь Ограничусь Можно развивать Также В многомерном Случае Ограничусь Числовой Полевой Итак Пусть У меня Функция Интегрируема Нар Функция Ну давайте так Преобразование Как Единообразно Функция Которая Определяется Следующим Образом Обозначается Будет В основном Вот так Называется Преобразованием Фурье Замечания Интеграл В определении Существует Существование Интеграла Следует Из равенства Так Почему Вот эта Функция Интегрируема Потому что Если я Навешиваю Модуль То Модуль Произведения Комплексные Числов Есть Произведение Модулей А модуль Экспоненты Единиц Итак По условию Модуль Ф Интегрируемая Функция Ну значит Под интегральной Функцией Интегрируема Интеграл Определен А значит Такая функция Определена Существует Итак Коллеги Продолжаем Разговор Давайте Свойства Свойства Преобразования Фурье Пусть у меня F И G L1 И Альфа Бета Комплексные Числа Тогда Справедливо Серия Свойств Есть Конечно же Линейность Есть Преобразование Фурье Линейной Комбинации Есть Линейная Комбинация Преобразование Фурье С теми же Коэффициентами Продолжаем Разговор Давайте С вами Такие Свойства Вот Если у меня Функция Сдвиг Берется Я беру Я беру Преобразование Фурье То это С точностью До сдвига Есть Преобразование Фурье Самой Так Если я Беру Давайте Не совсем Корректно Вот Просмотрю Такую Гомотетию И к ней Применю Преобразование Фурье То здесь Вылезет Альфа Преобразование Фурье Так От У Напишу Здесь Вылезет Альфа Преобразование Фурье От У Поделить На Альфа Альфа Здесь Больше Нуля Считаю Ну и Все Это Выполнено Для Всех Игреков Из Третье Третье Свойство Третье Свойство Давайте С вами Распишем Значит F У нас Преобразование Фурье Да Равномерно Непрерывная Функция На Р И Стремиться К Нулю Когда У Стремится К Плюс Минус Бесконечности Ну все Я Больше Наверное Не успею Поэтому Давайте Остановимся Так Напишите Свойства 1 2 Вытекают Непосредственно Из Определения Давайте Докажем Например Вот это Свойство Итак Как у Меня Выглядит Преобразование Фурье Сдвига Это у Меня Вот Такой Вот Коэффициент Коллеги Я не Прокомментировал Вот Насчет Того Что здесь Писать Нет Договоренности Можно Здесь Писать 1 на 2 Пи Можно Ничего Не писать Коэффициент Единицы И так далее Это В разных Учебниках По-разному Не Суть В другом Это будет Влиять Только на Коэффициент В неких Равенствах А по сути Все остается Как надо Что еще Хотел сказать Всем ли Видно Что это У нас Аналог Чего Коэффициентов Фурье Правильно По комплексной Трик-системе Я специально Их там Так обозначал Чтобы было Сейчас более Привычно Это Распространение Коэффициентов Фурье На непериодический Случай Во многом Свойства Вот эти Вот Наследуются Там это Можно было Доказывать Давайте я сейчас Что-то здесь Подоказываю Значит Сдвиг у меня Как записывается Коллеги Помогите Вот так Правильно На Е в степени Минус И Ух Дмюх Так коллеги Ну Заодно Исправим Так Ну что здесь Нужно сделать Наверное Да Действительно Возьмем Сделаем Замену Т равно Х Плюс H Так Тогда у меня Что здесь Будет Коэффициент Здесь у меня Останется F От Т Сюда Подставляю Что у меня Будет Вместо Х У меня Будет Минус И Ну помогите Y На Т Минус H Так Коллеги Вот Экспонента Ну было у нас Во втором семестре Комплексный экспонент Для которого мы доказывали Свойства Что Е в степени Вот Суммы Да Есть Произведение Экспонент Было такое Значит я могу Это все записать Как Е в степени Минус И Y T На Е в степени И H Y Так коллеги Да От Т Сделал Замену Итак коллеги Это как константу Выношу И остается Е в степени И H Y Ну а здесь Остается преобразование Фурия Ну как коллеги Все понятно Ну Аналогично доказывать Дайте Третье свойство Тогда с этого начну Лекцию Так все Спасибо Всего доброго Спасибо